Житель Серпухова Николай Подорожный обнаружил на своем участке подозрительную находку. Во время земляных работ он наткнулся на пластиковый контейнер, в котором хранилась ртуть. Мужчина не растерялся и вызвал спасателей. Опасное вещество специалисты отправили на утилизацию. Все подробности в репортаже Елены Киселевой. Тут как раз буквально полметра, даже меньше от забора. И главное стоя. Обычно бутылки валяются, а тут стоя закопано. Пластиковая бутылка попала под лопату Николая Подорожного. При осмотре находки бывший военный понял, что внутри вовсе не клад. Оказалось, что две полбутылки вместе как контейнер соединены, и внутри что-то такое красное, но тяжелое, как металл. Я немножко пошевелил и почувствовал, что переливается что-то похожее на ртуть. Поскольку у меня образование военное, я понял, что это ртуть. Недолго думая, владелец участка вызвал спасателей. Колбу с ртутью весом около одного килограмма специалисты аварийно-спасательной службы Юпитер отправят на утилизацию в Лыткарина. В том объеме, в котором она была найдена, а это, я считаю, практически промышленный объем, если бы произошел пролив этого отравляющего вещества, ну это, скажем так, для этого участка, это была бы, скажем так, небольшая катастрофа. К счастью, колба осталась неповрежденная. В случае попадания в почву ядовитые испарения ртути нанесли бы непоправимый ущерб здоровью людей. В таких случаях загрязненная земля требует химической обработки. Процедура обошлась бы хозяину в копеечку. Эту землю уже как отходы после демеркуризации необходимо было бы транспортировать и утилизировать на специальных полигонах специальной техникой. И стоимость этой демеркуризации была бы, может быть, даже и выше, чем стоимость этого участка земли вместе со всеми строениями. Поэтому это очень, в принципе, опасное вещество. И объем, который был найден. Кто и когда оставил мину замедленного действия под забором в глухом месте, неизвестно. Останься ртуть не найденной, беда настигла бы владельцев участка спустя несколько лет. Точно не знаю, сколько распад этих бутылок. Ну, может, лет 15-20 бы выдержал бы. Ну, а после этого, конечно, когда пластик разложился и резина, она тоже не вечная, тоже бы разложилась, то лет через 15-20, может быть, и произошла бутечка уже. Расстеклось по почве. Насколько пары ядовиты, насколько произошло испарение, тут бы под боком, если бы и я дышал, и соседи бы дышали. Неизвестно, к чему бы это могло привести. От пары в ртути страдает нервная система, органы дыхания и почки. Может быть, даже летальный исход. Семье подорожных и людям, живущим в соседних домах, повезло. Опасная закладка обнаружена вовремя, и жизни людей больше ничто не угрожает.